Виртуальная реальность и технологии ее использования все глубже проникают в жизнь современного человека. Они делают ее насыщеннее и разнообразнее, помогают в работе, учебе и упрощают проведение досуга. Благодаря этим технологиям можно путешествовать не выходя из дома и примерять на себя различные исторические роли – рыцаря, дворянина или средневекового торговца, без машины времени. Особенное распространение получили устройства, имитирующие реальность удаленно. Сегодня «Сделано в Украине» мы расскажем о том, как функционируют такие устройства. Одним из главных направлений деятельности этого предприятия является разработка технических средств обучения, если говорить попросту, различных тренажеров. Это тренажер для машиниста метрополитена. На нем отрабатывают нестандартные ситуации, которые могут произойти в метро. Это мы все сами программируем. Именно в этом цеху делается электроника для этого пульта. Задача тренажера – выработать у машиниста навыки правильной и быстрой реакции на различные непредвиденные ситуации. От этих навыков во многом будет зависеть безопасность и сохранность жизни пассажиров. Задача машиниста – используя возможности тренажера довести до автоматизма свой алгоритм действий в различных экстренных ситуациях. Это не прототип, а вполне рабочая модель. Аналогичный тренажер уже несколько лет используют в казахстанском метрополитене. Машинисты метрополитена постоянно после работы отрабатывают определенное время именно на этом тренажере. У них там специально заведен график, и они нарабатывают, проезжают часы на этом тренажере. Мы его совершенствуем, к нам поступают из Казахстана замечания, и мы эти замечания учитываем. Оператор запускает тренажер. На экране отображаются туннели метро. Органы управления тренажера полностью соответствуют пульту в вагоне машиниста, их размещение и реакция. Это соответствует кабине «Хонда Эротен». У нас, похоже, есть электрички, но там чуть-чуть, наверное, не такое размещение. Это только для именно метро. По ходу обучения в программу тренажера закладывают различные непредвиденные ситуации, которые он моделирует, вынуждая машиниста реагировать. На экране схематически изображены вагоны метро. Скорость, напряжение в сети, показанные иконки датчиков пожара и задымления, сцепление между вагонами. К этому тренажеру можно подсоединить динамическую платформу, которая движется в соответствии с рельефом движения метро. Это придает тренировкам еще больше реалистичности. Но сейчас она отключена, просто показываем визуально. Сейчас в Казахстане, она там полностью действует. На ней размещен вагон метро, в котором сидит машинист, и он полностью в движении управляет вагончиком. Этот тренажер служит для обучения вождения. Многие автошколы сегодня используют такие тренажеры, что позволяет уменьшить затраты на топливо. Езда на таком тренажере практически ничем не отличается от езды на реальном автомобиле. Если человек научится водить через обучение на этом тренажере, ему не составит никакого труда водить настоящий автомобиль. На своем примере скажу, что да. Когда я первый раз садился на тренажер, я всегда смотрел на педали, и что я включал. Сейчас я уже не смотрю, что я нажимаю. Я смотрю на дорогу, а не смотрю на педали и на рычаги. Одним из важнейших свойств тренажеров является возможность выполнения групповых упражнений. Несколько устройств могут быть объединены в сеть и с рабочего места инструктора получать одновременные задачи для их синхронного выполнения. Это особенно удобно при использовании в военных учениях и на производственных предприятиях. Различные тренажеры такого типа активно используют в учебных заведениях и училищах силовых структур. Харьковская политехника факультет борнотехники – это грузовой автомобиль КРАЗ на имитаторе кабины. Вот у меня здесь находятся три КРАЗа, два КРАЗа, один КАМАЗ. Они все находятся в сети, ездят между собой в колонии и выполняют поставленные задачи. В тренажеры загружена специальная программа, которая открыта для преподавателей. Каждый инструктор, использующий эти устройства, может вставлять свой контент в библиотек, теорию, вопросы и многое другое. Все возможные тесты, рисунки, двухмерные плакаты, интерактивные плакаты, фото, стерео, слайды и так далее. Помимо обучения вождению с помощью подобных тренажеров, курсанты могут изучать правила дорожного движения, внутреннее устройство автомобиля и другое. Возьмем для примера режим работы тренажера одной из основных боевых машин украинской армии БТР-80. Этот виртуальный тренажер можно приблизить, рассмотреть, что нам нужно сделать, изучить панель приборов. При помощи интерактивного центрального экрана мы можем это все выполнять вручную, то есть без мышки. По выполнению у нас сделано задание выполнено. В режиме экзамена у нас нету подсказок, у нас есть задание, идет время и программа фиксирует все ошибки. А это режим обучения для трактора. Так как у нас режим обучения, то у нас показано, куда нам надо что сделать. И здесь есть подсказка. То есть выбрать режим, нажимаем «Проверить», если правильно, у нас идет дальше. Теперь инструктор показывает, как работает программа при обучении вождению подъемного крана. Здесь в данном случае у нас, как и всегда, выставлено режим обучения и подготовка к запуску. То есть мы включаем, проверка, все это можем подвигать, приблизить, посмотреть. На мониторе отображаются те же показатели, которые видит водитель за рулем реального грузовика с краном. Тренажеры бывают от дорогих к сложному. Самые дорогие – это полунатурные на динамические платформе, самые дешевые – это виртуальный тренажер, у которого пропускная способность очень большая, связанная с тем, что на каждое рабочее место его можно без проблем поставить, и ученик или курсант будет его быстро изучать. При создании программ для разных видов автомобилей и техники разработчики собирают всю необходимую информацию, обрабатывают ее, пишут процедурные алгоритмы. Кроме того, описывают панель приборов, какие органы управления будут задействованы и какие нужны для этой программы. Затем на основе этой информации создают программу для программирования и рисуют модель. Если нужен кому-то автомобиль, то он, говорит, марку автомобиля предоставляет какие-то нюансы, которые мы должны учесть при разработке тренажера. Перспективность и важность использования подобного метода обучения сложно переоценить. Тренажеры абсолютно безопасны при обучении как для самих учеников, так и для конструкторов. Кроме того, на них не нужно тратить топливо, необходимое при обучении на реальных автомобилях и других машинах. Еще совсем недавно такие технологии считались продуктом будущего. Но для многих из нас это будущее уже стало настоящим.